Самое доброе утро, в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет! С добрым утром! Сегодня хочу поговорить про не президента Латвии. Не президента Латвии, да. Но для начала немножко так оговорочку сделаем. Смотри, я опять про Балтику, в чек-лист попал как самый злостный, наверное, блогер в Латвии, который постоянно что-то говорит плохое про Латвию. Инга вообще красавица, Спринги, если кто не знает. Значит, нашли они сарказм в фразе «Доброе утро, самой позитивной стране Евросоюза». Ребята, я когда это произношу, это не сарказм. Я действительно так считаю искренне. Потому что я большой путешественник, я практически полмира объездил. Я вам хочу сказать, что лучшее место на планете Земля – это Латвия. Поэтому доброго утра, самой позитивной стране Евросоюза – Латвия. И сегодня мы поговорим про не президента Латвии. Что такое президент для меня? Президент – это лидер. И это как священник в церкви. Это как самое первое лицо, первое лицо в этом государстве. То есть он собирает людей в трудную минуту и говорит, ребята, у нас пандемия. Просто поверьте мне на слово, вот нужно одеть маску. И все говорят, ну, раз это президент сказал, то я так и сделаю. Что в нашем случае? В нашем случае это какая-то группа барыг собралась, и они там барыжничают. Мы вам продадим это, а вы нам это, а за это мы вот этого мудака поставим президентом. Так вот, от того, что вы какого-то там кретина поставите над страной и назовете его президентом или Господь Богом, он от этого не будет являться президентом. В этом и есть вся наша проблема нашего общества, в том, что в Латвии не выбирает народ президента. Потому что даже если бы у нас были ошибки, даже если бы у нас были проблемы, это были бы проблемы нашего народа и мои личные, потому что я доверился вот этому человеку. А в нашем случае нам подставляют какую-то куклу, заставляют его называть лидером нашей страны. И очень часто то, что они делают, это похоже на цирк и на клоунаду. Поэтому мы обезглавлены, и у нас нету лидера, у нас нету лидера, у нас нету мечты. Вот есть же, да, там американская мечта, а нету латвийской мечты, заметьте. У нас нету пути, потому что никто не знает, куда мы идем и где мы окажемся в 35-м году или в 56-м году или в 24-м, потому что у нас нету цели. И вот люди, у которых нету головы или головы, люди, у которых нету цели, нету пути, разве вот эта группа людей может именоваться народом? Ведь по логике у народа должны быть свои культурные ценности. Нам говорят сейчас, они неправильные, эти ценности. Я имею в виду институты семьи. У нас должен быть президент. Нам говорят, подождите, мы какого-то мудака поставим и скажем, как должен выглядеть ваш президент. Когда мы планируем, как мне строить свое будущее, я не могу представить, что будет в следующем году. Не то, что уж говорят через там 10 лет. Но по такому пути не развивается ни одна фирма, ни одно успешное предприятие. Понимаете? Все это очень интересный диалог, и я предлагаю поддержать такие Ростликова и Шлессерса, но прийти не к Ростликову и не к Шлессерсу, я не к вам, ребята, иду. Вы мне так же неинтересны, как и Каринж. Я хочу выйти, пообщаться с людьми и говорить это не через телефон, не через социальную сеть, а вживую, глаза в глаза. И понять вообще, куда мы движемся, какие у нас перспективы, как нам вообще, в конце концов, взять себя в руки и, может быть, сделать какую-то реорганизацию. Потому что, еще раз повторюсь, это великолепная страна. Это лучшая страна на планете Земля. И здесь не хватает каких-то маленьких нюансов, маленьких-маленьких. Убрать просто вражду и ненависть. На законодательном уровне запретить вражду и ненависть. На законодательном уровне запретить обсуждение военной и послевоенной истории. Вот прямо запретить. На законодательном уровне убрать все разрешения, все запреты, все штрафы, вот это вот все говно, которое нашему обществу не нужно, чтобы мы не рассуждали о том, как сломать очередной памятник, как переменовать что-то или взорвать какое-то здание, чтобы в головах было только созидание и строительство, чтобы мы строили нашу новую Латвию, строили, строили и шли вперед. То, что у нас было за спиной, неинтересно, это было в прошлом. Ничего ломать мы не будем, только реставрировать и строить новое. А люди, которые у нас будут, это должны быть авторитеты не за деньги. Это должен быть президент, который не получает ни одного евроцента, никакой зарплаты, никаких привилегий, но люди его настолько уважают. Вот я пример тебе расскажу. Вот уважаемый человек может зайти в кафе и его бесплатно покормят. Уважаемый человек может арендовать квартиру и кто-то ему с удовольствием эту квартиру предоставит. И для него будет это за честь, что такой человек у него жил. Уважаемая фирма даст бесплатно в аренду машину человеку, который сочтет за честь, что у нас есть такой президент. И поэтому, если он уважаемый в народе, то весь народ, каждый из нас, ему это даст бесплатно. А если он не уважаемый в народе, за это платить мы не будем. Это простая жизненная логика. Так развивается планета Земля по таким законам. В субботу у Памятника Свободы соберутся в 3 часа дня по-настоящему свободные люди, которые видят себя в рамках государства Латвии как свободной демократической страны. Я туда обязательно тоже приду. Несмотря на то, что у меня у дочки в это время день рождения, я выберу немного времени пообщаться с каждым из вас. До завтра. Продолжение следует...